МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанское правительство в его электронном варианте уже несколько лет как явление вполне привычное. Более того, отечественный ЕГО в семимильными шагами набирает популярность, в чём немало усилий правительства неэлектронного. Из последних новостей. Казахстану доверили и страна готовится к проведению глобального форума электронного правительства. Здравствуйте, меня зовут Тимур Мухаммадеев. Вашему вниманию программа Кабинеты. Так вот, Глобал и Говенмент Форум. На сегодняшний день крупнейшая в мире экспертная площадка, на которой специалисты этого дела обсуждают, каким будет вообще электронное правительство завтра. Об этом, а также о других вопросах повестки форума, мобильном и умном правительстве, ну и о рейтинге ООН, мы сегодня говорим с заместителем председателя правления холдинга Зерде Бекешкур Монгалиевой. Здравствуйте, разрешите? Добрый день. Меня зовут Тимур Мухаммадеев. Телепрограмма Кабинеты. Астана и, видимо, весь Казахстан в преддверии форума. Достаточно любопытное событие, которое в ближайшие дни произойдет. Глобальный форум электронного правительства. Мне бы хотелось с этого, прежде всего, начать разговор, чтобы вы объяснили, в чем суть, значение и смысл этого события. Форум действительно глобальный, международный. Мы его проводим впервые на территории Казахстана совместно с Организацией Объединенных Наций. Форум для нас важен тем, что это такое событие в рамках всех стран ООН, когда анализируется достижение стран ООН в создании и в развитии электронного правительства. Ну и вырабатываются рекомендации, идет обмен опытом. И крайне важно, чтобы мы были, как скажем, в эпицентре этого развития. И то, что ООН все-таки выбрал нас как страну, хостинг страну, где, значит, проводится это мероприятие, это тоже, ну, как бы о чем-то говорит. Сегодня Казахстан. Какие направления больше всего интересуют? Какие вопросы наиболее актуальны, которые мы хотим задать тем людям, которых приглашаем в гости? Мы будем обсуждать в основном все, что касается применения инфокоммуникационных технологий в системе госуправления. Но, тем не менее, все-таки границы расширяются этой тематики, поскольку госуправление охватывает очень много аспектов жизни, в том числе, например, такой аспект, как компьютерная грамотность населения, вовлечение граждан в управление, вовлечение гражданского общества в управление государством. И впервые такая тема, очень актуальная, будет подниматься, как открытое правительство, открытые данные. То есть, каким образом государство должно, значит, предоставлять свои данные бизнесу, гражданам для пользования и формирования более эффективных сервисов для граждан на основе этих открытых данных. Получается, прежние годы форум проводился в Южной Корее. Да, два года. Два года. А Южная Корея сегодня лидер, общеврезанный мировой лидер, да, по уровню развития электронного правительства, что, собственно, отрежено в рейтингах ООН. Да. Мы, Казахстан, на 28-м месте, если не ошибаюсь. Да, 28-м. Что это означает для нас? Какая вообще динамика? Как мы продвигаемся за последние годы в этом рейтинге? И что это отражает вообще этот рейтинг? Количество услуг, которые мы сегодня оказываем через электронное правительство? Не знаю, может быть, ноу-хау какие-то, либо что-то еще. Рейтинг, он такой комплексный индекс. Он, с одной стороны, уровень инфраструктуры, инфокоммуникационной инфраструктуры, государства в целом. Далее, естественно, качество и количество электронных сервисов, которые предоставляются гражданам. И также еще очень важен уровень развития человеческого капитала. Потому что предполагается, что только подготовленные граждане могут полноценно использовать те сервисы, которые предоставляет государство в электронном формате. Ведь страны не стоят на месте. Все страны очень активно развиваются. Поэтому и причем даже если лет 10 назад страны все-таки, развитые страны, традиционно были впереди, развивающиеся, как всегда, были сзади, то сейчас идут прорывы в силу того, что они применяют самые последние технологии, инвестируют много в это. Например, какие это государства? Ну, например, страны Персидского залива очень хороших успехов добиваются. Страны, допустим, Юго-Восточной Азии тоже есть такие страны, где динамика очень высокая. Поэтому здесь нельзя расслабляться. И, естественно, это требует больших комплексных и системных усилий, ну, будем говорить, по всем направлениям. С точки зрения обывателя, я так понимаю, что, прежде всего, главная характеристика – это количество услуг, которые я могу сегодня получить, открыв соответствующий сайт, портал и так далее. В каких еще направлениях? Я вот знаю, сейчас очень модная тенденция – это мобильное вообще направление все переносить в мобильный сервис, потому что все мы уже обладаем, да, и хорошо пользуемся девайсами, различными гаджетами и так далее. Мобильное электронное правительство в Казахстане – это реальность? Конечно, мы сейчас этот проект реализуем, он в процессе. Нельзя сказать, что мы полноценно все сервисы перевели. В этом году готовых сервисов около 10, до конца этого года у нас очень большое количество, около 40 сервисов. А всего, получается, по-моему, свыше 500? Вообще 570 сервисов. Это видов услуг? Да, видов услуг в электронном формате предоставляется, но понятно, что мобильных меньше, поскольку этот проект стартовал позже. Но тем не менее, ну, здесь нужно тоже без фанатизма, да, значит, нужно те услуги, которые удобно получать в мобильном формате. В чем, опять же, смысл и суть понятие «умное правительство» или «умное электронное правительство?» Я вот здесь могу ошибаться, но вот… Ну, мне кажется, это немножко такая, как бы… Смарт-направление такое тоже такое, да? Да, вот смарт, если… вот сейчас вот его просто буквально перевели «умное», да? На самом деле, как вы знаете, смарт-подход вообще к оценке чего-либо, целей, задач, там, планов, как правило, подразумевает это… ну, вот если вот… Это аббревиатура, на самом деле, да, там, и там «систематик», там, да, «measurable», да, там, «attendable», там, как там было еще, «reалистик» и «timely». Поэтому и в этом смысле и к смарт-гаверменту надо также подходить. Не так, что вот сейчас мы строим «умное», как будто бы раньше оно было неумным, да? А именно, что мы его делаем более измеримым, ну, если мы говорим про электронное, смарт-электронное правительство, мы говорим о том, что сервисы должны быть, да, более, значит, фокусированными на конкретных потребностях, допустим. Они должны во времени быть постоянно, там, время предоставления сервиса должно сокращаться. Они должны быть актуальными, да, то есть, ну, пользоваться большим спросом, измеримыми качество показателей, ну, допустим, этих сервисов. То есть в этом смысле смарт. На сегодняшний день какие для Казахстана сдерживающие факторы существуют в развитии электронного правительства? Наверное, какой-то собственный консерватизм, допустим, да, но электронное правительство все-таки… То есть менталитет вы имеете в виду? Активный труд, да, и менталитет, например, менталитет граждан, значит, пользоваться активно электронными услугами, например, сидя дома, да, все-таки есть определенные барьеры, особенно у людей более, так скажем, возрастных категорий, когда они, ну, считают, что вот фейс-то-фейс, ну, лицом к лицу, это более, там, как бы, реально… Надежно. Да, надежно, нежели вот зайти в компьютер, там, подписать электронные подписи и так далее. Использование – это очень важно, потому что, когда активно используются услуги, они и улучшаются, потому что идет обратная связь. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы наша система госуправления тоже активно использовала инфокоммуникационные технологии. И, как бы, есть вот связь, когда мы автоматизируем существующие процессы, но сами технологии IT влияют кардинально на изменение вот этих процессов самих, да. И хотелось бы, чтобы именно наши государственные органы активно применяли и изменяли, не боялись изменять свою деятельность, чтобы максимально делать ее эффективной за счет IT. Я благодарю вас за беседу. Вам спасибо. Спасибо вам за ваши ответы и удачи в проведении форума. Спасибо. Приглашаем вас. Приходите. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!